Друзья, всем привет! Вы на канале Антон Федошенко и сегодня мы поговорим немножко о полезных вещах. О таких как, что нужно знать клиенту перед тем, как идти на фотосъемку. Ну что, давайте начинать, поехали! Сегодня я вам дам несколько советов о том, что вы должны знать перед тем, как идти на фотосъемку. Первое, чего бы я хотел сказать, это вы должны знать все-таки фотографа или как минимум изучить то, что он снимает и то, что он делает. Потому что понимая вообще то, как снимает фотограф, вы можете понять, сможет ли он вам сделать хорошие фотографии или нет. Второй совет, это, конечно же, знать, какие фотографии вы хотите. Потому что если вы знаете, что вы хотите, каких фотографий вы хотите получить, то и фотографу, и вам будет намного проще сделать эти хорошие и качественные фотографии для своих социальных сетей или будь то там себе на память. Потому что если вы будете просить фотографа подсказать Или сказать, ну вот, сфотографируйте на свое усмотрение То, скорее всего, большинство фотографов скажет вам А давайте-ка мы вас поснимаем в стиле ню или эротику Нет Если это, конечно же, фотограф-мужчина Ты и женщина сейчас любит это снимать Поэтому будьте аккуратны, знайте, что вы хотите И обязательно, обязательно пишите и показывайте примеры Что вы хотите по итогу примерно получить И какие фотографии вам интересны Третье, конечно же, что бы я вам хотел посоветовать Это определитесь с местом для съемки Потому что место для съемки это тоже очень важно И если это студийная съемка, то обязательно посоветуйтесь с фотографом Какую съемку надо, какую вообще студию нужно взять Для того, чтобы сделать какие-то фотографии Потому что иногда бывает так, что ваш образ, который вы хотите сделать на фотографии Сделать в этом образе фотографии и быть на ней красивой Или хотите быть красивым А студия не подходит, то это, конечно, печально И тогда вся ваша съемка, затраты на образ, макияж, прически, одежду, фотографа, аренду студии будут напрасны И вы очень сильно разочаруетесь и в следующий раз вообще не захотите приходить на съемку Обязательно тоже этот момент учитывайте Локация для съемки также очень и очень важна Четвертое, что я бы хотел вам посоветовать Это, наверное, просто подготовьтесь, выкиньте все свои мысли И будьте максимально расслаблены перед тем, как идти на съемку Не надо нести на фотосъемку работу Не надо на съемку нести какие-то личные отношения с мужем, женой, с парнем или девушкой Просто отпустите все дела в голове Вообще отпустите свой разум и просто наслаждайтесь моментом Потому что когда вы будете максимально свободны от этого всего Вам самим будет кайф вообще позировать, фотографироваться и получать от этого удовольствие А лучше, когда приходите, сразу выключайте телефон, чтобы вас никто не беспокоил Потому что, сами понимаете, будете отвлекаться, будет что-то раздражать И это повлияет на фотографии И дам еще пятый совет Это просто-напросто узнайте у фотографа, сколько вы фотографий получите Отдаст ли он вам исходники Или сколько фотографий обработает И вообще, что входит в стоимость фотографа Потому что иногда многие расстраиваются, что фотографы не отдают исходники И фотографы отдают всего обработанные только 15 фотографий И то это уже щедрость Фотографы в основном дают 10-12 Отдают их долго Это надо ждать Многие приходят на съемку, например, в марте Фотографии получают в июне, когда они уже не актуальны И это тоже очень важно Это портит отношение к фотографу, к вообще услуге фотографа И тогда вы опять не хотите приходить, потому что вас обламывают Вот такие вот 5 советов я вам дал Я их полностью 5 соблюдаю И также готов и открыт с вами вообще сотрудничать, работать Приходите на съемки, получайте удовольствие Получайте крутые фотографии, получайте все исходники Получайте фотографии в обработке И все это в день съемки или на следующий день Ну все, буду завершать Спасибо, что досмотрели ролик до конца Ставьте палец вверх, подписывайтесь на все мои социальные сообщества Пишите в комментариях, какие видосы вы хотите видеть Может быть какие-то полезные штуки еще вы хотите услышать от меня Потому что идей много, но их надо структурировать И благодаря вам как раз-таки я смогу сформировать определенный поток информации Который буду вам давать в видеороликах И я, как всегда, не прощаюсь и говорю до новых встреч Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok